Не специалисты. Начнем с того. Потому что любой специалист, ну не любой специалист, а тот, кто реально специалист, их не так уж и много знает, что обесценение этих денег, накопительной части, происходит гораздо быстрее, чем любое ухудшение демографической ситуации. Понятно? Так. Вы получили ответ? Да, у меня еще вопрос есть. Хочу поговорить, хочу спросить о пользе пенсионной реформы. Негативную часть вы обозначили, а есть ли у нее какие-то позитивные стороны? Я сказала, что позитивная сторона, если она будет, что надо делать? Вот если они отменят накопительный элемент, оставят его только добровольным, изменят регрессивную шкалу, ну вот поднимут пределы, изменят регрессивную шкалу, и ликвидируют те несправедливости, которые были до 2002 года. Ну то есть в таком виде пользы от нее нет? В таком виде? Если этого не будет сделано? Если этого не будет сделано, а будет, значит, ущемление прав работающих пенсионеров, и еще более сложная формула, непонятная, потому что по факту то, что мы видим, это занижение пенсии тех, кто в обозримом будущем будет выходить на пенсию. Так, пожалуйста, еще вопросы. Если вышли на пенсию, то это уже не кость масса? А понимаете, дальше получается, какова процедура индексации, потому что если все будет пересчет в баллы, а содержание этого балла будет определяться в зависимости от дохода пенсионного фонда, то тогда вообще непонятно, каким образом будет индексация пенсии, потому что какова бы ни была плохая нынешняя процедура, но она как минимум предполагает индексацию. Как минимум на инфляцию, ну вот, и фиксация тех прав, которые есть. А тут какие-то баллы. Потом, опять же, почему я боюсь, что вы не профессионалы, не профессионалы, потому что они не понимают, что они не могут сделать одну процедуру начисления для будущих пенсионеров, другую для нынешних, потому что у всех пенсионеров, ну у всех, у них разные, ведь они же не начинают с завтрашнего дня работать. То есть у нас там еще 30 лет будут выходить на пенсию люди, у которых есть уже периоды до этой пенсионной реформы. Потому что, ну, вам выходить на пенсию через 10 лет. Но основная часть вашей трудовой биографии уже состоялась по прошлым правилам. Как вам можно их, значит, ну как бы каждый раз записывать заново. Вот это, ну вот этого понимания абсолютно очевидного нет. То есть это, ну просто человек вот с улицы пришел, получил большой заказ на разработку пенсионной реформы, не стал ее разрабатывать. Мы вот с вами выйдем, может быть, люди даже поищем, у нас образованная публика сейчас на улицу, они могут оказаться даже более профессиональные, чем эти разработчики. А не государственные пенсионные фонды, они, наверное, у них полностью охота пропадет. Нет, ну не государственные пенсионные фонды, они должны заниматься, чем они начинали заниматься и занимались до 2002 года. Дополнительным негосударственным пенсионным страхованием. Вот пусть они, вот государство за счет обязательного тарифа должно обеспечить пенсию не меньше 40% средней заработной платы. Мы с вами, Галина Михайловна, вдруг решим, нам этой пенсии мало, мы, значит, копить, будем с вами решать, что мы хотим. Копить лучше в сберкассе или там, я не знаю, в банке, либо в негосударственном пенсионном фонде. Это уже будет наш добровольный выбор и работа негосударственного пенсионного фонда. Потому что они обеспечивают, ну как бы, большую эффективность за счет того просто, что... Умение вкладывать. Нет, не за счет умения вкладывать, за счет вероятности, актуальные расчеты. Просто вы играете с жизнью в рулетку. Значит, вы можете получить больше, потому что мы с вами получим больше, потому что мы с вами будем жить дольше. Поэтому мы возьмем и получим пенсию за всех тех, кто, значит, дольше не проживет. Вот и все. Вот на этом живут... Вот в этом преимущественно государственного пенсионного фонда по сравнению с банком. Ну, а страховые абсолютно такие, знаете же, не с ними. Ну, это даже не страховые, а здесь с точки зрения государства... Вот у государственной я против того, чтобы ее называть, в принципе, страховая. Потому что страховой случай, он возникает или не возникает. Вот в здравоохранении вы можете сломать ногу, можете не сломать. С какой-то вероятностью. То, что вы выйдете на пенсию, это, ну, практически стопроцентная вероятность. И в целом, ну, вот когорта пенсионеров, вы абсолютно четко можете посчитать, сколько это, значит, вам нужно на пенсии, потому что это, ну, вот масштаб, как бы усреднение на больших числах. А индивидуально, вот дополнительный негосударственный пенсионный фонд, на этом все обосновано. Но это тоже игра в негосударственном фонде? Нет, она... Это негосударственный фонд, это игра не этот... Это другая игра. Нет, они должны, чтобы не прогореть, дать вам, то есть, по тому количеству пенсионеров, которые к ним приходят, они должны хорошо просмотреть, что с такой-то вероятностью эти проживут, значит, пять лет, значит, сколько-то у меня проживет десять лет, сколько-то у меня проживет пятнадцать лет. Поэтому я могу, значит, вот примерно исходя из вероятности, я им могу дать такую пенсию. Вот, и в итоге она у вас должна... И при этом они должны обеспечить продукт лучше, чем в банке, только за счет этого. Ну, вот это вопрос математики. Но у них ограниченное количество, то есть у них же не все пенсионеры, у них ограниченное количество граждан. Но эффект получается только за счет этого, что вкладывают все одинаково, а реально проживут по-разному. Понятно. Хочу уточнить по поводу негосударственного пенсионного обеспечения. А как же наследование этой части пенсии? Они же все рекламируются, что вы можете передать наследование... Если вы умрете... Если вы умрете... Если вы умрете до достижения пенсионного года. Ага. Так что вы можете рекламировать разнюю снять. У нас очень грустно это. До пятидесяти пяти и до шестидесяти. То есть это реальность, понимаете, что они будут рекламировать все, что угодно. Они даже доходность в срочном порядке обеспечивали исключительно в 2012 году, чтобы показать, что у нас есть доходность. Поскольку очень активно мы задаем вопросы, я бы хотела, Оксана Георгиевна, подсказать журналистам, на что им надо обратить внимание в первую очередь, чтобы помочь читателям понять... В первую очередь они должны предоставить... Значит, расчет. Значит, доказывает только расчет. Потому что слова можно наговорить какие угодно. Как только будут представлены реальные формулы, должен быть сделан расчет. Более того, я могу сказать, моя многолетняя депутатская деятельность показала, что наши граждане, особенно представители старшего поколения, с большим количеством инженерно-технических работников, инженеров и конструкторов и прочих, получивших нормальное образование, в отличие от разработчиков пенсионной реформы, прекрасно рассчитывают. И мне присылали, ища какие-то противоречия в пенсионных формулах, прекрасные расчеты. Поэтому разобраться, ну не все, конечно, но очень многие граждане, как только будет представлена пенсионная формула, они смогут. Вот, ну и мы тоже сможем. Вот на это надо будет обращать внимание. Только конкретный расчет. Не слова, а только конкретный расчет. Пожалуйста. Снова вопрос. Вы говорите, что как только будут представлены реальные формулы. То есть формулы расчета пенсий все так же нет, да? Ну так, чтобы она была написана А умножить на Б. А это Б нет, конечно. А когда ее обещают сделать? Ну они, понимаете, она должна, чем, вот, значит, они должны, конечно, внести пыли до, вот, на мой взгляд, по-моему, до весны. Но она все равно потом должна быть обсуждена. То есть они пока еще даже правительство ее не представили. Значит, мы будем просто сейчас даже уже смотреть, если какая-то информация прошла, и пытаться блокировать, в том числе и общественным обсуждением, явные, ну, вот, просчеты. Зачем же граждан заставлять мучиться снова? Просто получается реформу запускают, а суть этой реформы еще не готова. Да, конечно. Это стандартная. Стандартная. А слова нет. То есть нету цели. Понимаете, они должны четко определить были. Какова цель? Значит, цель – низкий размер пенсии, дефицит пенсионного фонда и ряд несправедливостей. Как их решать? Ну, то, что лежит на поверхности. Отмена накопительного, он обесценивается. И двойная нагрузка идет, потому что и якобы будущим накапливают, и нынешним нужно платить пенсию. Ну, это первое, что нужно, это провал предыдущей пенсионной реформы. Это нужно убирать. Регрессивная шкала, ее нужно убирать, переходить как минимум в плоскость, чтобы все несли солидарную нагрузку. Явные несправедливости, которые тянутся, и граждане о них все равно говорят. Это исключение периодов учебы и стажа. Касается это всех, и нынешних пенсионеров, и тот, кто сейчас пойдет, и тот, кто через 10 лет пойдет. И ограничение по заработку по периодам до 2002 года. Это тоже важно, особенно если вдруг увеличивать период стажа. Ну вот, необходимый для начисления пенсии. Потому что нужно четко понимать, что с 1991 года люди были, ну, многие не по своей вине, не имеют этого стажа. Потому что не было легальной заметности. И обеспечение хотя бы конвенции МОД, повышение размера пенсии 40% от средней заработка, чего нет. Вот эти задачи. И нужно, исходя из этих задач, строить реформы. А что, они не очевидны вообще депутатам Государственной Думы? Ну, вы знаете, что... Это не очевидно, как ясно, что они видят. Нет. Нет, мне такое впечатление, что депутаты думают, что жизнь их не коснется. Вы знаете, что депутаты... Во-первых, большая часть депутатов не думает. Это первое. И не умеет это делать. И не собирает. А те, кто умеют, те не собираются. Вот. Единая Россия. Ну, опять же, нужно разграничить. Единая Россия. Даже тут, кто думает, они голосуют по команде. Думают они там, не думают. Вот представят правительство. Любую пенсионную формулу. Они проголосуют за любую пенсионную формулу. Другое дело, что дальше зависит от оппозиции и от средств массовой информации. Насколько мы будем активны, убедительны и заставим власть одолеться. Вот и все. Поэтому тут... А другие партии как расклад? Ну, я думаю, как правило, КПРФ нас поддерживает. Ну, или против, или за. Но по пенсионным вопросам поддерживает. Да, ну, в общем, у нас единая позиция, или мы их в чем-то убеждаем. ЛДПР когда-как? Какой ноги встанет? Ну, нет, нет, с какой ноги встанет власть. С какой ноги встанет власть? Ну, нет, с какой ноги встанет власть. Которые и, то есть, людей с вполне государственным мышлением. И, собственно говоря, вот с ними мы и работаем. Потому что есть в пенсионном фонде директор департамента актуарных расчетов Соловьев Аркадий Константинович, который и профессиональный человек, и честный человек, и который так же, как и мы умеем считать. В общем, там есть определенное количество профессионалов, с которыми можно работать. Почему они вдруг решили заказать это Академией народного хозяйства и госслужбы, которые вообще, значит, не в зуб на бои выдали непонятно что, мне вызывает большие вопросы.